Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и у меня великолепная новость для любителей халявы. Можно абсолютно бесплатно забрать себе ПТ-ху пятого уровня, коллекционная машина Т67. Машина крайне посредственная, исключительно в коллекцию. Понятное дело, что имбовать вы на ней не будете, но возможность забрать ее абсолютно на халяву очень даже мне нравится. Что необходимо сделать? Все очень просто, я думаю вы сами в этом уже разобрались. За 5 дней отведенных вам необходимо нанести 130 тысяч урона. Много это или мало, скажу следующее. Если наносить равное количество урона каждый день, то в день необходимо делать по 26 тысяч нанесенного урона в боях. Я считаю, что это крайне плевое задание, особенно если вы обладаете какими-нибудь машинами, которые имеют существенный ДПМ, допустим, либо разовый урон. Ну и плюс к тому будете играть в каких-нибудь веселящих типах боев. Я имею ввиду играть не в обычных рандомных боях, не где-нибудь в рейтинге, а в, допустим, Мэтт Геймс. Там действительно можно за бой вывозить большое количество урончиков. Что касается Т67 и в принципе самого квеста. Квест, как я уже сказал, плевый. Помимо того, что вы можете забрать себе машину, вы можете взять себе контейнер с кастомизацией, но это такое себе. Вы можете взять себе один контейнер, собери их все, ну и, соответственно, главную награду. Глядишь, может и собери их все, что-нибудь выпадет, как повезет. Что касается самой машины. Как я уже сказал, машина посредственная. Ну и, что касается орудия, то я бы сказал, ни вашим, ни нашим. 3,4 сведения, меньше 0,4 разброс, что в принципе нормально. Не сильно большой ДПМ в 1655, но это пятерка. И для пятерки в целом, можно сказать, нормально. 6 секунд время перезарядки, с учетом того, что есть установленное оборудование на досылатель. 165 единиц разового урона и пробитие в 128. Кстати, ребят, стоит отметить, что очень клевый угол склонения орудия вниз, минус 10. Ну, правда, машина броней не обладает, поэтому рассчитывать на то, что будете от башни. Ну, а в нашем случае, поскольку это ПТ, то отрубки отыгрывать, ну, я бы не сказал. Что касается того, за сколько машину можно продать. Понятное дело, что это коллекционка, и многие захотят эту машину получить именно для того, чтобы обменять ее на голду. Не сильно торопитесь радоваться, всего лишь 250 единиц золота. Поэтому, если вы собирались запотеть на Т67 для того, чтобы голдишкой обзавестись, то я думаю, что овчинка выделки навряд ли стоит. Но, в целом, я считаю, что для тех ребят, у которых есть желание пополнять свою коллекцию какими-нибудь машинами, пускай даже не самыми играбельными, я считаю, довольно-таки неплохой способ получить дополнительную тачку себе в ангар. Ну что, ребят, я не буду заходить в Мэтт Геймс, зайду в обычный бой для того, чтобы показать вам, на что эта машина способна. Хотя, особо звезд она с неба не срывает. Ну что, друзья, поехали, попытаемся покатать на данной машинке. И что хочу сказать, почему я еду не туда, куда надо. Короче говоря, ребят, что я хочу сказать. Я не знаток танковой истории. И, возможно, Т-67 исторически это была именно ПТ-ха. Именно поэтому в игре она ПТ-шкой называется. Но я больше ассоциирую данную машину с не очень подвижным легким танком. Ну, во-первых, внешне. Во-вторых, наличие полностью поворачивающейся рубки. Короче говоря, от ПТ-хи тут очень мало. Что касается играбельности машины. Ну, я бы не сказал, что это прям супериграбельная тачка. Как вы видите, против СУ-100У, которая немножечко повернулась бортом, не хватает пробития. Что касается возможности передвигаться по карте. Все очень классно, все очень бодро. Что касается зацена по орудию. Я вообще, честно говоря, не совсем понимаю, успею ли я это сделать. Там в начале боя написали по поводу того, что, ребята, очень необходимо взять степень. Ну и, как я понимаю, сейчас прям идет бешеный разрыв команды соперников. Для того, чтобы эту степень заполучить и сделать это максимально быстрым. Понятное дело, что я пытаюсь приложить максимум усилий, но это крайне сложно. В отношении маневренности машины, как вы видите, машина не маневренная абсолютно. И вот здесь, да, действительно стоит сказать, что, наверное, вот в этом она и является ПТ-хой. Я не знаю, сколько я сейчас урона за бой нанес. Сейчас, по-моему, даже меньше 200 единиц. Если вдруг чего и не получится сейчас за бой накосить урона, это я шутя, понятное дело, говорю, то зайдем в еще один бой и, понятное дело, что мы это однозначно сделаем, потому что здесь заценивать просто нечего. Время сведения. Крайне, крайне спокойное, я бы так это назвал. Ничего уникального в этой машине нет. Вот, в принципе, и типичная ситуация, когда разработчики дают возможность заполучить на халяву что-то, ну, далеко не самое годное. Я не говорю, допустим, о таких моментах, как возможность, предоставленная разработчиками, получить абсолютно бесплатно себе Шкоду Т27. Это все-таки восьмерка премиумная. И там, где вы вообще ничего не вкладываете. Ну, кроме того, что необходимо заработать себе первую степень. Короче говоря, вот в этом случае это типичная раздача халявы. Халявы, которая, ну, я бы не сказал, что прям чего-то стоит. Хотя, повторюсь еще раз, мне кажется, что халява плохой быть не может. Ну что, поехали еще в один бой. Итак, друзья, вторая каточка. Я все-таки ПТ-ха, и поэтому поеду на какую-нибудь ПТ-позицию. Если сейчас успею обогнать товарища, то поверну сюда налево. Надеюсь, он на меня не обидится. Вот этого необходимо пропустить вперед, братка. Пусть едет, делает вид, что он тяжелый танк. Ну, а я стану вот здесь вот за кустами и попытаюсь пострелять по зацветам своих союзников. Хотя, честно говоря, на Т67 это не сильно приятное занятие. Дело в том, что сводится. Сводится он долговато, и если для средних и ближних дистанций еще нормально, то на дальних дистанциях отыгрывается, ну, не сильно приятно. Ждем засветов. Вот товарищ получает первое 171 единицу урона. Ждем следующего желающего. Вот этот, вот этот герой невидимого фронта, пытающийся проскочить поверху. Не совсем понимаю принятое им решение. Дело в том, что ПЗХ все-таки далеко не самая подвижная машина. Поэтому вот так вот в наглую по верхотурке где-то перекатываться, подставляя Бартину под, в принципе, потенциально находящуюся на данном фланге ПТХу, хотя бы одну из трех у нас имеющихся, это, честно говоря, было не совсем понятным для меня решением. Так, вот так вот, ребят. Благодаря довольно-таки существенной подвижности успеваем накинуть урона и отвалить в сторону. Су-85 явно сейчас будет мною отправляться в ангар, если не с первого раза, то с двух выстрелов уж однозначно. Делает он беднягам все, что может, но, к сожалению, ему это не помогает. Такс, поехали дальше. Я не думаю, что те игроки, которые заберут себе данную машину и не будут ее продавать, будут часто на данной ПТшке играть. Она, пускай, и доставляет определенного рода удовольствие в игре, но он, с другой стороны, не является прям той машиной, на которой часто будешь в бои заходить. Это все-таки не миджай там какой-нибудь или чего-нибудь подобное. Такс, поехали, поехали. Басотто попытаемся сейчас в корму поразбирать. Сейчас накидаю максимум урона, как наберем серебра за бой. Жаль, мешок с собой не взял для серебрухи. Все, в принципе, все. Остался только у нас товарищ СУ-100У, который, возможно, меня сейчас ваншотит. Да, подсунулся я под него, но, в принципе, абсолютно об этом не жалею. Понятное дело, что, поскольку машина картонная, и у СУ-100У довольно-таки крутой разовый урон, отправить меня в ангар с одного выстрела для него не доставляло абсолютно никакого труда, и я надеюсь только на то, что СУ-100У хотя бы в этом получил удовлетворение от боя, потому что его команда проиграла, он, соответственно, тоже проиграл и выйдет из боя без победы, но в то же время с огромным количеством удовлетворения от того, что заваншотил меня абсолютно флоу, и, возможно, будет даже хвастаться этим, что в конце боя он совершил героический поступок и великолепно, великолепно просто-таки меня вынес. Что касается результативности машины. В целом она может быть результативной, настолько, насколько может быть результативной пятерка. Если будете играть аккуратно, то 1780 единиц урона, а если будете играть более аккуратно, чем это делал я, то, соответственно, еще и выжить в бою можете. Помните о том, что вы крайне зависите от команды, и желательно находиться в начале боя либо рядом со своими союзниками, либо позади союзников и работать по их засветам. Второе место в команде по урону, вторая победа на счету, благодаря тому, что как первая, так и вторая команда отыграли просто великолепно. Ну, а наши соперники однозначно в данном случае достойны уважения. Ну и мои отдельные еще раз поздравления владельцу СУ-100У, который меня заваншотил. Вот такая вот халява сейчас есть в игре. И заходите с сегодняшнего дня и по 20-какое-то там число, я думаю, в новостной ленте вы увидите, вы, заходя в игру, автоматически активируете для себя данный квестик. Я уже сделал 2252 единицы урона, играя на Т-67 на пути к ней же. Чего вам, как говорится, и вам желаю. Забирать халяву, не забирать халяву. Здесь, ребята, определяйтесь самостоятельно. Мое дело сообщить вам о том, что эта халява есть, рассказать, как ее забрать и показать, что вы в итоге за это получите. Если вы за своевременные новости, честные обзоры всего, что в игре происходит, подписывайтесь на канал прямо сейчас. Стараюсь специально для вас. Мира вам, друзья мои. И обязательно спокойствия. Пока-пока.